Итак, сегодня рассмотрим метод идеализации на основе учебника Понкина и Реткина «Методология научных исследований и прикладной аналитики». Метод идеализации активно используется в научных исследованиях и в прикладной аналитике, в том числе в сложных модальностях, идеализированных проектирования и другое. Имея дело с бесконечно сложной и разнообразной действительностью и с тем, что сущность исследуемых явлений не лежит на поверхности, наука преодолевает все это путем выработки системы общих понятий, всегда в некотором отношении упрощающих, схематизирующих эту действительность. Без этого не обходятся акты абстракции и обобщения. Соответственно, согласно Баранову, метод идеализации – это вполне нормальный, традиционный и, пожалуй, один из вполне надежных путей реализации научных и учебных результатов. Это научный метод, который нужен, ценен и надо лишь разумно его применять. Согласно Суботину, идеализация – это понятие, означающее представление о чем-либо в предельном, более совершенном виде, чем оно есть и может быть на самом деле. По мнению Новикова, идеализация – это мысленное конструирование представления об объектах, не существующих или неосуществимых в действительности, но таких, для которых существуют прообразы в реальном мире. Процесс идеализации характеризуется отличением от свойств и отношений, присущих объектам реальной действительности, и введением в содержание образуемых понятий таких признаков, которые в принципе не могут принадлежать их реальным прообразам. Примерами понятий. Являющихся результатом идеализации могут быть математические понятия «точка», «прямая», «физики» – это «материальная точка», «абсолютно черное тело», «идеальный газ» и тому подобное. По мнению авторов учебника, метод идеализации – это эвристический исследовательский метод, предусматривающий мысленное абстрагирующее наделение исследуемого объекта более совершенными, то есть идеальными, или более предельными онтологическими формами, или параметрами, содержанием или условиями, нежели это имеет или может иметь место в реальности. Для исследовательского оперирования самыми существенными функциональными или онтологическими особенностями и поведением, и интерреляциями исследуемого объекта более операционабельной, упрощенной или иным образом абстрагирующей модальности.